...финальной части поединков. Если, опять же, украинская команда коллективно на эту руку не навалится. Ну, посмотрим. Этим-то еще и интересно это противостояние. Но пока что я напомню, что в трех весовых категориях празднули победу россияне. Участники первой пары. Да, самый легкий, наверное, в этой весовой категории, но не самый слабый, надеюсь, Ходжимурат Залоев. Представитель славной династии Залоевых. Ну, соперник у него очень грустный. Неужели, Рустам Бабаев, вот то, что ты говорил, как раз это... А, ты говорил, что... Да, я поговорил, но... Но здесь не менее интересное противостояние. И я тебе могу сказать, что это противостояние ждали все любители армрестлинга. Потому что поговаривали, что Ходжимурат наберет вес до 86, но, видимо, вес не набирался, и он боролся в своей категории 78. И вот как раз все ждали этого противостояния. И ты знаешь, я тебе не могу сказать, кто здесь фаворит. Потому что они еще никогда не встречались, насколько я знаю, на соревнованиях. Единственный раз, когда я видел, что за разминочным столом они встали, подержались, поборолись чуть-чуть, не выявили поединителя, пожарили на другу руки и разошлись. Мы видим, что данный поединок обслуживает рейферией России, Венера у Розвильдеева. Вот сейчас проиграл старт. Мы видим, насколько серьезно готовы оба спортсмена. Что происходит? Да, 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 да. Выдержал он вот эти вот размышленные движения спортсмена из Украины. Ребята, что же творится? Ты представляешь, что с их руками произойдет после этого поединка? Неважно даже, кто выиграет. Ну, я так подозреваю, что здесь, наверное, даже им как-то вот интереснее, кто выиграл, принципиальнее, кто из них победит, чем, в общем, наверное, победа в абсолютке. Победа есть. Да? Я, ты знаешь, я очень рад, что Хаджи Мурат одержал победу. Он сам очень радуется. Потому что я напомню, что Рустам Бабаев – это король своей категории, и он стал третьим в абсолютке вчера. И принимал... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова